Всем привет, друзья! С вами Аверпер Геймс, и сегодня у нас в гостях игрок с ником CLXD0. Да, такой вот у него интересный ник, хотя, может быть, я его неправильно зачитал. Сорян, если что, можете поправить меня в комментариях. Ну, а вообще, конечно, моя привычка читать ники главных героев, она частенько вгоняет меня в краски. Но это, наверное, меньшее, что я могу сделать для ребят, которые предоставляют мне вот такие вот красивые побоища. Но да ладно, сегодня мы с вами полюбуемся на такой вот редкий французский тяж, у которого есть очень неплохая лобовая броня. Это АМХ М4 МЛЕ 54. Достаточно, на мой взгляд, редкий гость в рандоме, ну, по крайней мере, я его практически не встречаю. Хотя, глядя на это побоище, мне кажется, что танчик более чем достойный. Странно, конечно, но вокруг того же суперконя было очень много разговоров. А вот что касается данного М4, то я о нем особо ничего и не слышал. Тем временем, счет 1-1. За рекой происходит такая вот небольшая перепалочка. Наш герой находится здесь, на точке С практически один. Но я имею в виду конкретно данный участок ТТ направления. И вот смотри, зачем-то наш боец решил просто взять и упороться. Но ведь яга не дремлет, она в любой момент может выкатить и впердолить так, что мало не покажется. И да, вот он вафлипузик выкатил, получил в НЛД на 541, а сам не отстрелялся. Но, видимо, эта грозная бутылка увидела красный лоб нашего француза и решила, что не, ну нахер, лучше поищу какую-нибудь мишень помягче. Тут еще и вафля по себе получает на 700 с поджогом и, казалось бы, стой спокойненько и надстреливай от башни. Но нет, противники смекнули, что к чему, и всей толпой упали на воду. То есть на этом направлении происходит самый натуральный Сливчанский. У нас в команде есть яга, которая сидела весь бой где-то там позади, ждала непонятно чего. И также есть АФКшный 263. То есть, ну, понятное дело, ситуация крайне печальная. Яга, конечно, теперь пытается как-то, я не знаю, с голой жопой на верстах запрыгнуть. Весь бой простояло где-то там позади. И вот когда противники начали бодро рашить, она решила приехать и поторговать своим некрепким НЛД. Но, в любом случае, спасибо этой бутылочке за то, что она перед своей кончиной неплохо так попросаживала команду красных. Так, хорош яга, остается шотная, но, в любом случае, наш герой остался один против пяти, что, конечно же, не радует. И вот они, несутся первые закатунчики. Естественно, объект хочет заехать в корму к нашему бойцу, поэтому Зиру обстреливает сперва именно ДПМного СТ-вода. Вообще, надо его в идеале минусовать, чтобы в будущем не допустить его в своей корме. Хорош минус объект, но сзади уже кавалерист, который всаживает аж на 671. У него еще и альфа прокнула, вот ты не годник, но сейчас ты получишь. Хотя нет, сначала получишь по себе вафля, которая сидит на балконе, а теперь уж ты. Ну вот сзади к нашему герою закатывает бабуся, она, видимо, хотела тоже заехать в кормушку. Но благо, что кавалерист, видимо, в панике, сдает назад и тем самым оставляет нашему бойцу пространство для маневра. Бабка разворачивается, едет закатывать уже с другой стороны, а кавалерист, судя по всему, запутался и не сразу понял вообще, в какую сторону ему ломиться. Эх, кавалерист, если бы ты просто подпер нашего бойца, то, скорее всего, бабка бы спокойненько заехала и отправила бы его в ангар. А так, благодаря тому, что кавалерист затупил там, я не знаю, заморосил, запаниковал, наш герой по-прежнему живет и продолжает кошмарить команду красных своей французской мощью. Хорош, залетает по бабке. Альфа неплохая, очень неплохая, но сзади скоро должна подъехать Яга. Яга там, наконец-то, разобралась с нашим АФКшным 263-м и теперь прямиком держит путь в сторону АМХ. А вот тут, к сожалению, уже второй раз по бабусе прилетает без урона в каток. Ну что за такая магическая бабка. Ой, бабка уже прям очень близко заехала. Наш герой включает вольфрам и на три пятерки всаживает по ней через каточек. Но назад сдавать он не думает, он опасается того, что сзади будет Яга и вот она. Бабка выезжает и... и что? Бабка снова получает по ноге. Ой-ой-ой! А слева-то уже подъехала Яга, которая фугасом не смогла добрать нашего бойца. И смотри, что он сейчас вытворяет. Он просто сдает экзамен по какой-то параллельной парковке, точнее по пристройке в кормушку к Яге. Вот так вот он аккуратненько пристроился, параллельно с этим отправил в ангар Ягу и... В принципе, все. На этом песенка этих негодников спета. Вот такой вот, на мой взгляд, очень красивый бой на действительно речайшем АМХе. Вы видели, противники по инерции, не знаю, по привычке стреляли по нему фугасом. Но даже Яга в конце приехала и шлепнула его фугасом. Но, видимо, знаете, видимо, увидела АМХ. И решила, что там какой-то очередной французский картон. Но нет, роднулька, не тут-то было. Фугас не прошел, естественно. И наш герой сумел этот бой грамотно затащить. Да, его там окружили в моменте. Со всех сторон на него пытались как-то напасть. Конечно, в таких ситуациях купировать все угрозы не получится. Но я считаю, что наш герой действовал очень четко. Я бы даже сказал профессионально. И как-то смог выбраться. Да, конечно, шотным. Но все же выбраться из этого замеса и даже одержать победу. В общем, друзья, обязательно пишите в комментариях, что думаете насчет этого танка. Танк действительно редкий. Я бы его себе очень сильно хотел. Возможно, даже больше, чем супер коня. Ну, а что думаете вы? Опять же, пишите в комментариях. На этом у меня все. И до скорых встреч.